добрая туманная дамы и господа 2 брать ну еще и прохладная к тому же время пол седьмого видите туманчик 0 градусов вылез под одеялко думает дай-ка я заведу немножко пол прогрею по холодным вчера еле припарковался вот объезд на челябинске буквально километр буквально вот так все-таки до нее и доехал без заправки заправимся уже после объездной не знаю обычно эту стоянку никогда не забивали я никогда не видел чтобы она была битком забита а здесь вот весь все битком коллега рядом со мной уже поехал ну разве по машинке у нас все хорошо сейчас чутка прогреемся пойдем умоемся позавтракаем чайок все как положено и и как обычно опять в дорогу туманчик утречка прохладная зато вот денек пока планируется судя по внешнему виду очень даже неплохой я думаю мы сюда урал будем проходить прекрасного ясно солнечную погоду 9 утра понедельник 13 сентября сегодня а вот только сейчас как налево повернуть вопрос еще тот козель маленькая с той стороны это желтенькая совсем не похоже на линии так сейчас налево не знаю челябинская тут уже сказали что начали строить въезд начали делать въезд на челябинскую въезд на честь въезд на честь въезд на честь ну то где-то умер или что откуда такое время и какой нибудь по городам подвеску оторвал на каком-нибудь уазике своем влетел и остался без подвески говорят можно и этой стороной их ходить не знаю я ни разу не ездил ну как бы вот именно челябинск севером не обходил по сути поехали так то тут и насчет коронастаев тоже вроде бы как еще так по поделали она относительно терпимая сейчас обычно по весне там вздувается как подснежники влазят и начинается. Потом вроде почву так утрамбовывается. За мной посмотрим, что там. Начали все-таки латать, не начали. Понятно, что мы-то здесь ни при чем. Но! Обратите, чали на это дело внимания. Хотя я думаю, что скорее всего скорее всего дело здесь какой-нибудь солидный дядька с большим пузом в солидном пиджаке просто там подвеску оторвал. Или кто-нибудь будет с его родственниками. Может и нет, я не спорю. Но такая версия имеет право быть. Исключать тоже не стоит. Так, до Москвы на 1860 километров. Сейчас обойдем. Челябинск. Заедем на Таннефть. Литров 250 литров. Мы уже едем на честном слове. Ну, не на честном слове. Еще 100 литров. Уже круто. Даже 110 есть байки. Вернемся до Татарстана. Но уже в Татарстане там потом не знаю, как скажут. Полные байки, неполные. Взять вчерашний день, да? Сравнить. Контраст какой-то. Вчера ехали, это сырец. Это точно, это ветрище. И сегодняшний здесь день. Песня просто. Повелет. Сейчас уже плюс 9. С таким солнышком все 15 градусов. Ну что, вот она развязка. Че тут? Или подождите. Или это не та развязка? Не, это еще не та. Извиняюсь. Не, не. Это не то. Это на... Это... Это куда-то... Куда-то... А, вот. О, господи. Да, точно, смотрите. Взялись, взялись. Видно, это... Ну, то есть, новости были актуальны. Да. Ой, они уже вырыли там, нифига не там, котлован вырыли. Но если они это все зальют, оно тут вечно простоит. Ну что ж, хоть так. Правда, время выбрали, да, нормальное. Такое уже зима скоро. Ну, тут участочек-то 200 метров надо сделать. Может быть, и управятся до зимы. Делают, делают. Ну, все. Одним проблемным участком... Ой. Станет меньше. И то хорошо. Троицкий трак, чуть-чуть в сторону Троицка, 4 километра, дальше на объездную, туда-сюда, и все, и мы в сторону Уфы. Побежали, 11 градусов, 39 расход, так и держит. Сейчас за Урал подымет. Естественно. Потом, может быть, немножко опять уроним. Может быть. Не факт. Ну, великоватый. Великоватый. Вот что ветер. Очень такой важный фактор. Ветер, когда особенно сильный, когда он встречный. Вот в ту сторону. Вчера было, к кому-то ехал. Ой, хорошо. Лепота. Лучше машину ложи спать на спальне. В колею пускай, она сама ехать будет. С ручника только не забудь снять. Это на восток. А вот нам на запад было весьма тяжеловато. Давай на педальку. Ну, перестраивайся. Чего ты боишься? Давай, братан. Чего он раскочегарил этого КамАЗа. Я его и догнать теперь не могу. Красавчик. Это тоже, наверное, что-то с асфальтом связанное. Вот это что-то похожее, когда Сочи Олимпиада строилась. Ёлки-палки. Они рано ли? Без 20-10 уже видели? ДПС работает? И там ДПС работает. И вон ДПС работает. Утренняя операция. Ну, нюх-нюх. Наф-наф, ниф-ниф. Все вместе. С утреца. И у этих, наверное, тяжелое финансовое положение. И у ДПС, что по нашей стороне, стоял тоже. Финансовое положение тяжелое. Обычно в такую рань они не трудятся. А здесь вот, пожалуйста. Арбайтен. Хорошо, Маша, держимся правее. Допровод 16 километров. И мы на... Уже будем на пятерке, на М5. Нет, никто. Ну и хорошо. В общем, братцы, что-то я слегка опять очередной раз наступил. Признаюсь. Согласен. Нету здесь татнефти из-за Челябинска. Есть это похожее, точно такая же раскраска. Не знаю, что в заправке я забыл. Как она называется. Она есть и перед Челябинска. Но она один в один раскраска, как у татнефти. Но это... Но она не татнефти. А у меня как бы эта раскраска в голове отложилась. Я помню, что разрисованная такая была. Приезжаю, это не татнефти. А что делать? Топлива уже ноль. Следующая татнефть. Не доезжая Уфы. Там я точно знаю, там я заправлялся. Короче, сейчас вот на Лукойл здесь, возле Чебуркуле, заедем. Соточку. Ленем. По другой карте. Позвонил начальству, покаялся. Ну, что делать? Если... Хотела мама родиться на родила. Что сделать? Сейчас зальем 50-07. Ну, вот как раз. Сейчас стольничек нальем. Проедите 14 километров. Ну, правда, две сплошные, но... Проедите 6,7 километров. Никакие уж и сплошные. А что делать? По-другому я не доеду. Газпром можно было. На Газпроме мы еще можем, ну, как бы, заправиться тоже по своей карте. Ну, Газпром я тоже проехал. Возвращаться не вариант. В общем, дали команду заехать сюда. Зальем 100 литров лукойлского. Извините, не нашел, да. А щи то делать? Неудобняк такой. Косяк за косяком. Оболнение. Давненько мы на лукойле не заливались. Эх, тот дизель. Топливо с очищающими свойствами. Ну, видите, как погодка-то меняется быстро. Еще 60 километров отсюда было солнце светило. Сейчас уже облака. Так что не в солнечную погоду мы поедем Урал брать. Хотя тут до мяса доедешь, опять все может поменяться. Помыться надо было бы, да? Перед Москвой зададим вопрос. Может, заедем, помоемся. Чумазенький. Рабочий вид. Так, отблю надо тоже, да? Ну, отблю тоже сейчас. Будем где-то заезжать, обедать. Тогда отблю. Зальем. Что, как у нас тут резина наша новая пожелает. Пока, пока вроде как пожелает. Все красиво. Москва. Редактор субтитров. Время 11. Логично предположить, что сегодня в понедельник. В это время мы должны по идее пройти его без больших затруднений. Вот и посмотрим. На следующем повороте поверните направо. На следующем повороте поверните направо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... вот это заправка посмотреть она визуально ну как так нефть вот регион ума и там такая живут ну а у меня в башке отложилось что это что этот от нефти и все короче на тупил малость какой возра там великолепная просто видели проскочили мы нормально мясо ский ремонт вообще прошли мостик ходом даже не притормаживая сегодня понедельник вот утра логично предположить что сегодня но такого зверского движения здесь быть не должно например если взять вчерашний день вот она опять это региону может быть тут и работает эта карта и конец франшиза дать нефтьевская все может быть я не спорю но все теперь уже будут точно знать что там так нефти нет где пытаться на нее заехать закатали подъем европа азия если не ошибаюсь то я в него ползу как раз а может ошибаюсь еще сейчас посмотрим заползем наверх по и если в него то сейчас с левой стороны должна быть стела по-моему это он тяжковато цешковато я согласен а что делать тянуть надо так машин про машину 20 тонн не 22 но тоже тяжело нет это не европа азия это другой подъем значит европа азия еще дальше правильно это не дам от меня спрашиваю европа азия еще а может может я просто не наехал еще дать качать заценим не не по-моему это он вот где эта вышка и есть там стела стоит если да то мы сейчас с вами поменяем не континент так как это части света вот из азии переберемся в европу у них и красиво даже разгоняемся еще до 80 разогнался все опять пошла садится тяжело камушки красивые видно что срезали за из эту гору да 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 даже делковского догнали у него явно там не 20-ка у него явно меньше нет а пойти мы его не успеем вот она стела европа азия все велкам европу до свидания азия до новых встреч я чего говорю что тон поменьше просто он как бы лихо шел хотя может быть и нет он просто лихо шел а потом что-то садился может быть нам масты тонкие скоростной моста и более скоростной литка был поменьше ну не в общем ведь практически его догнали тоже ориентировочно в районе двадцаточки тащит коллега недолго музыка играла и солнышко с этим морозит мелкий противный дождик хотя в природе нет плохой погоды но в солнышко это было веселее тема в такой погодный режим ехать какой есть получается я наверно с собой везу дадут судару говорит тут хорошая погода по волчье там солнце светит жара стоит мы с собой вот это вот сентябрьскую прохладу сибирскую везем может быть может быть и так садкинский район в принципе уже садка скоро пока вот как ничего чапой чапой потихоньку так не сильно быстро но и без задержек любуюся уральскими красотами осенними те и цели стеки березки желтеют джин те и уже следующий раз приезжу и бисев не будет только если сразу же поедем куда мы поедем потом с москвой понятия не имею ни малейшего единственное что знаю что вроде бы как не в европу потому что для европы надо таможенные делать пока насколько я знаю таможенная в наши планы ближайшие дни недели не входило вот что поменяется пока доедем пока вроде как информация такая ну не холодно 9 9 я считаю что так тепленько довольно таки на улице ветра нет сильного просто что вот такая вот мелкий такой вот противный ну знаете такой дождик да вот как такую поводу под одеяло вылазить не хочется дома сидеть в теплый плед укутавшись под треск камина бокал глинтвейна все остальное считающийся суду так он запрещен кого не тут ловит вроде как пререзистое что дошло от кого-то раз пришвартовались своих не бросаю чужим помогаем р . 440 вот увидел тот нефть между садкой и юрзанью еще я буду там там просто зову перед уфой надо раскручиваться на встречку на той полосе на как ехать на челябинск крутится вот заехал уже 150 залил тоннека вот одну канистру отблю залил сейчас еще одну залью второго живут а лейки вроде как на заправку нет и у меня две остается но мне вот этих уже должно хватить до труда вот ну и как раз нормально буду знать теперь возьму на заметку не знаю видно вам не видно вон впереди уазик идет с этими синие какую-то хренью вот четвертый день и вот мы опять вместе с ним едем сколько раз он уже меня обгонял сейчас я его даже догнал вону видите вот уже четвертый день мы с ним едем получается у нас средняя скорость одинаковая у меня 61 километр в час сейчас идет загрузки он понятно едет быстрее а в итоге все равно больше спит наверно вон он красавчик вальсваген ну я номеров не вижу но и судя по этому это точно он потому что у меня там в кузове чего-то загружено синим и синего целлофаном умотана а потому уже что к юри за не спускаемся что я с двадцаткой тонн что он может как бы а нет кота хвановский район хотя юриза скучная на района нет есть кота хвановский так что вот так видите что я с двадцаткой тонн что он тоже наверно тоже груженыш все по рта едет ночи спит куда-то сдалека по итогу едем мы с ним все равно одинаково да да он 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 коллега у фух наконец-то мы до греблей все уж как всегда в подъеме на 7 обязательно до наро упереться еще там что-нибудь пойдем жарику мясо кушать он уже костян стоит нас ждет и 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 что где-то гуляет знакомая volvo не гони правда ли дело где ты горит пойду по ларькам ходить пока ты едешь помылся чистенький надо и мне будет помыться ладно о вон он красавчик любитель женщинам помогать я все ему скажу и сюда костян тут километров 10 девушка с газелькой мучается ну так ты же любитель я правда ехал там уже мимо пролетел до кого связал газелька потом не стать никому не на фуле ничего и девчонка что-то там колесо крутит на газельке вот гостян же у нас любит дамам помогать в дороге я тоже помог бы конечно была возможность такая вам пойдем обедать давай рули все выехать не можешь точно все разъезжайся на улан-удэ с йогуртом все как обычно как электричка туда ходят давай подрежешь маленькую не ты не одинок маленькая красавчик не ну выпустит и dn давай-давай костяну дачки поехали мы кстати сегодня видел не только этот уазик который фольксваген а и п.с. того же с этот на миге которые вдвоем едут лица не вдвоему мы по 1 я один одинаково едем так чё сказать жорик не знаю еще короче посмотру посмотрю разочек за еду коль так будет прекращать сюда есть во первых цена подросла как ни на мы никому не мешаем у нас за день кого нет вот а это а портфель порции порция уменьшилась у меня просто это очень часто это хуйня стала блять что ни хуйня не думаем во-первых блять видел что мужчина идет до нового ехала блять и потом блять раз наверное сразу в телефон блять стоял в телефоне не мог полазить от нас вот что за гринь то блять творится уже в натуре блять ездить блять не охота на попали дорогу блять на 3 блять ежифера блять это телефонная мазна ты блять это идиоты блять которые вот при котором по ебать вот он один и все блять голове баба блять что ты же сделаешь вот так вот короче порцию уменьшилась плюс мясик появилась косточки зашло шаряда такая хуйня а я про чай говорю что это блять сейчас пару пару перекрестков еще такая хуйня будет ерунда уже просто заебало это блять маленько с башкой надо думать просто надо когда выезжаешь или заезжаешь блять что ты не один блять на дороге надо что есть люди еще и кто-то едет блять там кого-то такие красоты надо обгонять не в тормах блять чтобы учить блять баранов кого-то изрядно замучили кто-то устал сегодня уже есть слушать это все вот вчера хотел сказать за ну и по итогу что короче порцию уменьшилась появилась косточки обычная когда брал мясо шашлык ну еще капуста салат заказал приносили порцию мяса и в нем еще капуста лежала городу мы сейчас зачем заказывать там же будет гора капусты капуста это совсем меньше совсем чуть-чуть короче все как обычно ничего не меняется клиентов наработали и постепенно начинает ухудшаться сервис наверное раз-два и если так и будет продолжаться то пора завязывать когда сюда есть все костяну удачи и нам тоже не помешало вы 104 километра через 104 километра будем уходить вправо на казань вот как бы ну все если по местному то сейчас 15 минут 5 если уже во время переходить в московское потому что когда мы с башкирией зайдем татарстан время то у нас уже станет резко московским еще в принципе 15 минут 3 как бы еще можно сегодня потрудиться для до 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 Продолжение следует...